Просто неограниченные возможности предстают перед инвесторами с появлением на украинском срочном рынке опциона. Однако воспользоваться этими возможностями может быть под силу не каждому. Что нужно знать, чтобы преимущества опциона для вас не стали его недостатками? Узнавал просто BankUA. Что такое опцион? Опцион – это контракт, который дает его владельцу право купить или продать базовый актив по зафиксированной в нем цене. При этом особенность опциона в том, что его владелец сам решает, исполнять или не исполнять контракт. Такого выбора нет, скажем, у владельца фьючерса. Как и фьючерс, опцион имеет свой срок обращения, который устанавливается биржей. Однако здесь возможны свои нюансы. Существует два так называемых стиля опционов. В первом случае покупатель опциона может исполнить его, купить или продать базовый актив по зафиксированной цене в любой день до истечения срока обращения контракта. Это американский стиль. Во втором случае опцион может быть исполнен только в определенную дату – дату истечения срока опциона. Это европейский стиль. Стиль опциона определяется биржей при запуске ценной бумаги в обращение. В зависимости от того, какое право зафиксировано в контракте – купить или продать актив – выделяют два типа опционов. Опцион Put дает право его владельцу продать базисный инструмент. Соответственно, опцион Call подразумевает право его держателя приобрести базовый актив. На бирже одновременно обращаются оба типа опционов. В отличие от фьючерса, устанавливающего одну универсальную цену на базовый актив, опционы, одновременно обращающиеся на бирже, могут иметь разную цену исполнения – страйк. Цена же самого опциона, по которой он продается на рынке, называется премией и определяется в ходе биржевых торгов. Премию всегда уплачивает покупатель-продавцу опциона, как плату за право исполнить этот опцион в будущем. Также, как и в случае с фьючерсом, приобретая опцион на продажу, вы не обязательно должны иметь в наличии базовый актив. В случае с опционом все даже проще, ведь он выражает не обязательство, а право совершить сделку. Если же вы продаете опцион на покупку, то в таком случае покупатель получает право купить у вас базовый актив, а вы, в свою очередь, обязаны его продать. Но, как и в случае с фьючерсом, вы можете закрыть свое обязательство, купив встречный опцион. На украинском фондовом рынке с 2011 года существует только квартальный опцион, базовым активом которого является фьючерсный контракт на индекс украинской биржи. Это опцион американского стиля, его исполнение возможно досрочно. Опционы в Украине пока обращаются только на одной бирже и только с одним базовым активом, поэтому здесь выбор у вас невелик. Потому, если вы решили, что уже достаточно теоретически и практически подготовлены к работе с опционами, можете приступать к торгам. Опцион позволяет трейдеру формировать и использовать множество различных торговых стратегий. В зависимости от того, какую стратегию выбирает торговец, последовательность действий, совершаемая им на бирже, будет отличаться. Однако можно выделить общие базовые принципы. Шаг первый. Покупаем опцион. Опытные торговцы утверждают, что для начинающего игрока на рынке опционов лучше покупать, а не продавать опционы. С экономической точки зрения покупка опциона кол не отличается от продажи опциона пут. Однако в первом случае у вас появляется только право купить базовый актив, в нашем случае фьючерс на индекс украинских акций, которым вы можете пользоваться на свое усмотрение. А во втором – обязательство купить инструмент, если покупатель опциона захочет его продать. Кроме того, покупая опцион, вы получаете ограниченные риски и потенциально неограниченную прибыль. Одно из главных преимуществ покупки опционов заключается в том, что инвестор имеет неограниченный потенциал прибыли. Если инвестор покупает опцион кол, то он может получать прибыль, пока цена на базовый актив продолжает подниматься. Вторым преимуществом является то, что риск инвестора ограничен и предопределен. Все, что он может потерять, когда покупает опцион – это величина премии плюс комиссия брокеру. Рассказывает Алексей Беляев, заместитель директора департамента интернет-трейдинга инвестиционной группы «Сократ». При этом, естественно, неограниченный потенциал не является гарантией прибыли. Если вы ожидаете, что цена фьючерсного контракта на рынке будет падать, покупайте опцион «Пут». Если вы считаете, что цена будет расти, покупайте опцион «Кол». В отличие от фьючерса, при торговле опционами не используется плечо, поэтому, чтобы купить эту ценную бумагу, вам нужно будет заплатить всю ее стоимость – премию. Шаг второй. Следим за изменением котировок. Как и для других ценных бумаг, цена опциона определяется в ходе биржевых торгов. Соответственно, если ваш опцион дорожает, вы можете продать его и получить прибыль за счет увеличения премии. Однако, следует помнить несколько особенностей, свойственных опциону. Во-первых, закономерно, что цена опциона зависит от цены базового актива. А значит, чтобы спрогнозировать изменение цены вашего опциона, вы можете следить за котировками фьючерса на индекс украинских акций, которые, в свою очередь, зависят от значений индекса. Таким образом, спрогнозировав движение индекса, вы можете прогнозировать изменение цены вашего опциона. Однако, такого прогноза бывает недостаточно. Может случиться так, что при удорожании базового актива цена вашего опциона останется неизменной. Все дело в том, что цена опциона зависит еще и от времени. Чем меньше времени остается до даты истечения срока опциона, тем меньше премия по нему. Помимо этого, цена опциона зависит не только от размера, но и от колебаний цен базового актива. Например, когда на финансовых рынках растет неопределенность, то стоимость опционного контракта повышается. И наоборот, когда волнения на рынках снижаются, стоимость опционного контракта снижается. Поясняет Павел Ильяшенко, стратег компании Astrum Capital. Шаг третий. Продаем опцион. Если цена имеющегося у вас опциона выросла до достаточного по вашим оценкам уровня, или если вы ожидаете снижения цены в ближайшем будущем, вы можете продать контракт и зафиксировать прибыль. Однако, не всегда для того, чтобы продать опцион, нужно предварительно его купить. Продажа опциона – это заключение контракта о будущей сделке. Продавая опцион, следует помнить, что в этом случае ситуация для вас прямо противоположна покупке. Вы получаете фиксированную прибыль в размере премии по опциону и потенциально неограниченные риски. Если вы продаете опцион PUT, берете на себя обязательство купить фьючерсы по требованию владельца опциона, то в случае уменьшения цены фьючерса вам придется купить его дороже по цене, зафиксированной в контракте. Соответственно, чем больше упадет цена фьючерса, тем больше будет ваш убыток. Если же вы продаете опцион COLL, берете обязательство продать фьючерсы по зафиксированной цене, то вы несете убытки при подорожании фьючерса. Потенциальный размер убытка в этом случае зависит от того, покрыт ли ваш опцион, имеете ли вы в наличии те самые фьючерсы. Если покупатель опциона обратится к вам с требованием продать ему фьючерсы, которые есть у вас в наличии, то ваш убыток будет равен размеру неполученной прибыли, которую вы могли бы получить, продав фьючерсы по рыночной цене за вычетом премии по опциону. В противном случае вам придется покупать фьючерсы по рыночной цене, чтобы исполнить свое обязательство по опциону. Избежать убытков вы сможете заблаговременно, купив на рынке другой опцион COLL. Однако в этом случае ваша прибыль уменьшается на размер премии по купленному опциону.